Что же, наконец-то можно пощупать самому Valorant. Как вы помните, две недели назад я выпускал видео по Valorant, на котором я рассуждал, убьет ли Valorant CSGO или нет. Но тогда все мои мнения были основаны на видео геймплейных, которые тут у меня появились. И теперь можно самому было поиграть, пощупать игру. И теперь можно наконец-то сделать, опять же, неполное мнение, потому что есть нюансы, которые, может быть, изменят уже в будущем. На счет того, что в Valorant данными было доступно только два режима, либо вы создаете свое лобби и играете 5 на 5, либо же Unranked Match. Собственно, Unranked Match, к сожалению, нету, но вроде бы где-то я слышал то, что позже его обещали завести. Ладно, давайте поговорим про те нюансы, про которые я говорил, которые, может быть, изменятся в Unranked режиме. Первое, это обводка персонажей врагов. Ну, не знаю, зачем это было сделано, окей, скорее всего, для того, чтобы новички понимали, кто противник, а кто свой, потому что все-таки персонажи могут быть одни и те же за ту и другую сторону. Но, надеюсь, в Unranked этого не будет, потому что это, ну, достаточно сильное облегчение игры. И, типа, это облегчение в плане того, что люди достаточно невнимательные будут часто вас замечать, а без этой обводки, конечно же, не будут. Второе, это меню таба. То, что в табе показывается, сколько имеют враги на начало раунда денег, и также, насколько сильно у них заряжены ультимейты. Надеюсь, в Unranked, опять же, это тоже не будет, потому что это очень сильно будет облегчать игру, так как вам не придется рассчитывать, сколько у оппонента должно быть сейчас денег, и заряжены ли у него ультимейты, потому что вдруг, там, для какого-нибудь персонажа, типа, Джет, для какой-нибудь Сейдж, то есть, ну, чтобы понимать, могут ли, там, опять же, та же Сейдж резнуть кого-то или нет. И последний элемент, это то, что на миникарте вокруг вашего персонажа есть кружок, и он обозначает, насколько далеко вас слышно в тот или иной момент. Опять же, надеюсь, то, что в Unranked этого не будет. Почему я вот все вот так вот объяснил, то, что этого не должно быть в Unranked? Потому что это облегчение игры, банальное. То есть, игра не будет вознаграждать вас за то, что вы очень долго в ней играете. В том же Counter-Strike, за большое проведение времени в игре, вы уже начинаете понимать, сколько у оппонентов может быть денег, тайминги на картах, что оппонент может поджать и тому подобное. В Valorant же, пока что, я не вижу, чтобы это как-то вознаграждалось, в принципе. Единственное, что в Valorant будет вознаграждаться, это знание персонажа оппонентов и также стрельбы. По поводу стрельбы, здесь все очень тоже просто сделали. Спрей тут очень легко, по сути, контролится. То есть, ну, немного там проведите времени на карте с ботами, а именно аналог Аймботса есть, на котором можно спокойно точить спрей с довольного оружия. Плюс, у большинства оружия есть прицел коллиматорами. И также у каждого оружия, соответственно, меняется тип его стрельбы во время того, прицеливаетесь вы из коллиматора или нет. Чаще всего у автоматов типа Калаша и Емки, аналоги, так сказать, их, уменьшается просто скорострельность, но при этом вы можете, вам легче будет контролировать спрей с оружием, так как вам надо будет просто сопоставлять модельку оппонента и ваше перекрестие. Без прицела же, опять же, у вас выше скорострельность идет, что как бы неплохо. Также у некоторых оружия, там, у бульдога и у одной ппшки прицел вводит оружие в стрельбу очередями. Ну, такое себе тоже. Также есть нюансы с армором. Его решили сделать немного проще, просто у вас дополнительно 50 или 25 хп. Не знаю, зачем так было делать, но суть в том, что армор ломается очень быстро. Ломается он буквально с 4-5 попаданий полностью, то есть до нуля. В CS GO, как бы, для того, чтобы вам перезакупить армор, вам надо было сдохнуть, потому что, ну, чтобы вам его сломали в ноль, это надо умереть на раундах, наверное, 4-5, и при этом, чтобы вам еще стреляли со всякого СМГС или с пистолетов. Вот. Но тут вам просто часто придется перепокупать, и при этом стоимость полного армора косарь. И как бы это тоже не очень хорошо сказывается на экономике. Вот. То есть с экономикой тут тоже будет все очень просто. Вам надо покупать все время арморы. Ну, способности, они стоят, типа, копейки, как и гранатов в Counter-Strike. Также еще возвращаясь к облегчениям игры. На снайперских винтовках тут есть даже обычный ваш прицел. Что это значит? То, что вам будет легко понять, где у вас находится центр экрана, и, соответственно, где будет у вас центр прицела во время зума. И, кстати, да, еще когда вы уходите в зум, у вас нет никакого звука, что как бы тоже не очень хорошо, потому что вы можете поджечь спокойно с АВП или тем же скаутом, зазумиться, и противник должен быть узнать, что вы где-то рядом стоите. Из-за чего люди со снайперками будут носить очень большой импакт, даже больше, чем в Counter-Strike в том же. И еще скаут, который здесь стоит 1100, но при этом он достаточно сильный за свои бабки, то есть он без армора у вас гарантированно убивает с выстрела. Также он достаточно точно стреляет без зума. То есть у него патроны летят в небольшом разбросе от вашего прицела, чаще всего даже летят в центр. С АВП такое не прокатывает, там без зума лучше вообще не стрелять, только максимум в упоре. И то, не факт, что еще попадете. У скаута вы можете просто спокойно выбегать, без зума шмалять в голову и попадать. То есть со стрельбой в принципе в игре не все так хорошо. Очень много есть таких моментов, которые лучше было бы сделать посложнее, нежели это есть сейчас. Но опять же все может поменяться, так что вот. И опять же это мое, ребята, мнение, так что не закидывайте помидорами, как это было под прошлым видеороликом. Теперь давайте перейдем еще к картам. Всего их в данный момент три карты. В видео, в своем мнении, я говорил про карту с тремя полантами. Тут будут все-таки разные карты. На тот момент я не знал про другие карты. Я видел только одну, ту карту с тремя полантами. И подумал, что будут такие карты все в основном. Но нет. Тут каждая карта будет отличаться своим каким-то геймплеем. Вот есть карта с тремя полантами. Есть карта с телепортами. Точнее с двумя телепортами. И карта также там с тросами. Ну то есть лестницами. И в принципе карты выглядят неплохо. То есть все играбельные. Все мне в принципе более-менее зашли. Ну кроме опять же карты с тремя полантами. Потому что там ну прям дикий такой есть небольшой дисбаланс. Потому что тебя могут просто одного из полантов заражить. Если оппоненты угадают. Вот с порталами кстати нет. Ладно. С порталами есть вопрос. Потому что карта такая себе. В плане того, что есть два портала на карте. Один находится по центру. Через который могут какие-то защиты быстро перетягиваться на мид. Но при этом когда ты телепортируешься тебя слышно. И при этом еще когда телепортируется какой-то объект. То его тоже слышно. Поэтому можно фейковать пистолетами. Вот. И второй портал находится на Б планте. Вроде бы на Б. И телепортируется он наоборот на А планте. Опять же все это слышно. Ну такая себе механика с порталами. Потому что юзабельный только один. И он только на центре карты. И то тебя слышно когда ты в него заходишь. Но привыкнуть к этому можно. Посмотрим какие карты будут еще в будущем добавлены. Ну и что же. Пришло время поговорить теперь о персонажах. Персонажей в бете всего лишь 10. 5 доступны по дефолту. И 5 вам нужно будет открыть. Открываются они по контрактам агента. Как-то так эта штука называется. То есть не надо будет покупать их. Ну по крайней мере на бетинг. Как будет на релизной части я не знаю. И только нравится. Знают как это все будет. Но все-таки говорили что их надо будет покупать. Вот. Окей. Персонажи есть уже. Которые имба. Прям по моему мнению имба в данный момент это Сейдж. Это персонаж который может лечить себя союзников. И также еще их воскрешать своей ультимейта билкой. И честно когда я в принципе видел уже что персонажи могут лечить себя. Мне это уже немного не понравилось. Потому что в игре не будет никакого наказания за то что ты например пикнул где-то лишний раз. Получил много урона и остался лоу хпшным. И теперь своим лоу хп должен как-то отыгрывать. В данный момент ты можешь пикнуть получить кучу урона. Если у тебя в команде есть Сейдж. Или ты сам Сейдж. Ты можешь себя похилять. Третья билка которая при этом еще эта билка перезаряжается каждые 30 секунд. Что как бы дает ее использовать несколько раз за раунд. Что очень имбалансно. Также еще есть персонаж Феникс. Который также может себя лечить своими билками. Еще и перерождаться. То есть лишний раз ты можешь пойти и пикнуть своей ультой кого-то ради информации. Узнать эту инфу. Тебя арестит обратно. Да у тебя 100 хп без армора который у тебя мог быть в начале игры. Но все равно как бы лишняя информация тебе позволяет собрать. Еще и похилиться за счет своих обилок. Вот. То есть в принципе любая лечащая способность в подобных играх это очень сильная способность. Потому что ну вы можете просто совершать ошибки. И вам за это грубо говоря ничего не будет. Кроме снятого армора. Также уже есть персонажи которые достаточно скиллозависимые. По типу джет. То есть если вы умеете хорошо за них играть. Вы будете на них нагибать. Если особо не умеете играть на них. Ну вы будете так себе поэффективнее. Так же есть и бесполезный персонаж. Точно могу сказать то что вайпер достаточно сейчас бесполезен. Он полезен только за защиту. И все. За атаку он просто ноль. Потому что две обилки которые ставят по типу там стены и облака. Они полезны в основном только будут при защите плента. И не более чем. Ну только окей стена может быть полезна для того чтобы зайти на этот самый плент. И вот чтобы персонажи к примеру как вайпер со способностями для защиты не был бесполезен. Я бы на месте райтов сделал бы помимо смены сторон смену персонажей. То есть к примеру вы можете после того как вы отыграли за защиту пойти и поиграть персонажем атаки. А наоборот когда вы пришли с атаки на защиту вы можете понять персонажа на защитного. Вот. Но опять же это такая палка двух концов. Как бы это хорошо с одной стороны. Но с другой стороны это не очень хорошо. Кстати хочется еще сказать про один нюансик небольшой для русских игроков. У нас не будет ввесчата. Почему его нет? Да все просто. Когда Роскомнадзор выпустил постановление о том что компании должны записывать все разговоры и хранить их. Райцы сказали. Ну вам как бы чат особо не нужен в войсчат. Так что идите в пень. Ру игроки. И если в Лиге Легенд ну войсчат окей не сильно будет востребован. У вас все время есть время написать какую-то там информацию. Потому что мы оба играем нам во многом медленнее нежели шутер. То в Валоранте у вас не будет в принципе ни времени написать какую-либо информацию для своих тиммейтов. И это просто бред. Как вы играете в шутер и при этом вы не можете никак коммуницировать с своей командой. И они с вами тоже. То есть ладно бы к примеру все действовало в одностороннем порядке. Вы бы не могли говорить. Но при этом вы слышали всех. Но вы не можете говорить и при этом не слышите своих тиммейтов. Это просто бред. И тут остается только два варианта. Либо сидеть в ранкете без какой-либо информации. Без возможности дать эту информацию. Ну либо собирать фулл стак из-за друзей. И играть только так в ранкете. По-другому никак. И поэтому игра в России навряд ли приживется. Нежели в других странах. На этом все ребят. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И до скорых встреч. Пока-пока. И удачи вам.